Дорогие друзья, вы посмотрите, наконец-то, наконец-то святое место пусто не бывает. Я уговорила нашего мальчика, выросшего, буквально кормлюсь золотой ложки, потому что другого применения ей не нашла. Уговорила с нами немножко сегодня поспать. Я больше чем уверена, что в какой-то момент он проснется, полетят книжки, флаконы и все остальное. Но пока он спит, мы с вами займемся чем еще одним слепым затестом. Маленькая ремарка. Если кому-то из вас кажется, что я накачала губы, наконец-то, вы глубоко ошибаетесь, я лечу губы от простуды. Поэтому, если у меня сегодня особенно джолиные губы, это гиалуронкой к этому не имеет никакого отношения. Я хотела, на самом деле, еще раз поблагодарить вас, дорогие мои друзья, то, что вы мне присылаете письма счастья, открытки, я обожаю все это дело. Ну и, конечно же, маленькие вот эти котомочки, полные каких-то невероятных чудес и тайн, которые заставляют меня краснеть, синеть, покрываться испаренной в попытках угадать. Все-таки угадать, что за ноты, что за качество сборки. И даже иногда я пытаюсь найти какие-то близкие или не очень сравнения для парфюмов, которые мне от вас приходят для слепого затеста. Сегодня я получила... точнее, сколько я получила вчера. Но сегодня я уже вчера вечером над ними помедитировала. И сегодня я готова сделать обзор на пять ароматов, которые мне прислала Анечка. У нее... она фотограф, у нее есть на инстаграме аккаунт Аня Малия. Мы с ней встречались живую. И, кстати, кто-то из вас, может быть, даже помнит, была такая очень красивая фотосъемка. Я парочку выкладывала, когда я с голым плечом на фоне елок такая вся, знаете, вот эта вот... Потерянная в дремучем лесу такая девушка. Была очень красивая фотосъемка. Как-то прям очень душевно получилось. Жалко, что живем далеко, иначе бы еще чем-то точно для вас замутили. Так вот, я увлекла ее. Я надеюсь, что я как-то повлияла. И Анечка тоже увлеклась парфюмами. И она мне прислала пятерочку из своей коллекции. И надо вам сказать, что я над ними вчера так посидела, покорпела. Получилась такая странная штука. Обычно я просто стараюсь угадать какой-то, знаете, общий профиль. И там ниша, люкс, там нравится, не нравится, буду носить. Но в этом случае у меня были настолько специфические ассоциации, что я не побоюсь этого слова, попробую угадывать, если не сам парфюм, но хотя бы на какой именно парфюм это похоже. И даже достану некоторые варианты из своей коллекции в попытке найти альфакторных близнецов. Итак, начинаем с первого. Номер один. А, точнее, они у нас от А, Б, С, Д, Я. Вот сразу у меня возникло ощущение, что это когда-то я пробовала, и где-то я это слышала. И если вы смотрели мои предыдущие слепые затесты, у меня обнаружилась такая странная... Это не то, что слепая зона. Я не... У меня нет аназмеи к Уду, но почему-то я вдруг обнаружила, что в слепую я далеко не всегда чувствую Уд. Я его пропустила в таких очевидных местах, что я сильно задумывалась о том, что моя вот это вот, мое отношение такое достаточно стандартное. Типа, ой, Уд это сложно, это почти мне никогда не нравится и не носится, это не совсем моя вещь. А когда я тестировала вслепую, я, по-моему, из трех раз Уд не угадала ни разу, в то время как оно было прям даже даже в названии аромата. Поэтому я теперь, знаете, как все время на стреме, мне все время кажется, а вот может быть это Уд, а может быть это... И вот здесь вот мне вот мерещится вот такой вот типичный икейный пластиковый Уд. Это Уд нового поколения, который сейчас часто появляется в концептуальных, таких новомодных, почти футуристических нишевых марках. Но также мне он дает какое-то такое плотное, немножко звенящее впечатление, какое могут давать нероли иногда в ароматах. И вот он, с одной стороны, не сладкий, с другой стороны, он не очевидный. В нем нет какой-то кислинки, травинки, почули, мхов, этого нет. В нем нет какой-то очевидной элегантной цветочности. Он очень просто плотный и достаточно напористый. И вот когда у аромата есть такая какая-то вот твердая основа, на которую намотано что-то такое не совсем мне легко опознаваемое, я сразу начинаю думать на вот нероли с Удом. Я называю так называемой Белой Удой. В частности, потому, я, опять же, я не знаю пока, что это за парфюм, я вам просто говорю о своих впечатлениях. Я сразу достала из прошлого, слепого затеста, от нишевой марки Агонист, у меня был White Уд, Белый Уд номер 10. Я этого опять достала, потому что, ну прям, ну прям вот как в прошлый раз. Когда вот я как раз не могла сказать, и вы знаете, они действительно похожи. Это не одинаковые ароматы, но вот так, если, знаете, не пытаться прям клонировать, они создают, ну вот, идентичное впечатление. Поэтому мое угадывание, что заявлен здесь Уд или нет, это вот та вот интерпретация таких, знаете, вот, ну Агонист, это, по-моему, шведский бренд или какой-то, это какой-то вот нордический Белый Уд в снегах. Это самый нетипичный Уд, который когда-либо был, то есть это очень новая вещь. Ну, в общем-то, как и Белые Мускусы. Белые Мускусы это, там, скажем, начало 2000-х, а вот, на мой взгляд, Белый Уд, знаете, вот возьмем концепцию Уда и сделаем из нее икейный шкаф. Вот это вот, вот это оно. Еще у меня что напомнило, я начала думать, какие еще ароматы, потому что я никак не могла разобрать его ноту, какие еще ароматы имеют какое-то такое похожее звучание. С одной стороны, оно округлое, то есть оно очень хорошо отполировано. Там нет каких-то резких колких или искрящихся, да, каких-то вот свербящих акцентов, но при этом оно какое-то очень напористое. И я сразу вспомнила от Juliet Has A Gun Gentle Woman, которую очень любит моя подруга Ира, и она мне прислала тливантик, чтобы я разнашивала. Gentle Woman от Juliet Has A Gun, это вот, вот, опять же, они еще менее похожи, но у них вот очень похоже, опять на мой взгляд, вот это вот какое-то звучание в объеме, да, вот во времени и в пространстве. При этом Juliet Has A Gun и Mho чуть мягче и кремовые. Все-таки здесь у нас не роли с миндалем. И я думала, что она мне вот как бы уважаю, но не люблю. Ну, вы знаете, в сравнении я бы ее носила бы с большей вероятностью, чем номер один. Но это не она. Прямое сравнение это показывает. Потом человек думает, хорошо, давайте проверим мои удовые промахи. Белый уд от Агониста я точно пропустила, и они очень похожи. Я также пропустила уд Majestic, по-моему, Majestic уд от Alien, уд Majestic от Mugler. Я достала. Думаю, ну-ка, давайте. Вот опять же, думаю, надо... Что-то ведь тоже там такое было похоже. Я в нем даже не заметила ни уды, ни жасмина. И вы знаете, когда я его тестирую, как говорится, как сферический конь в вакууме, он действительно не дает мне какого-то такого ярко-жасминового, сладкого удового наполнения. Но когда я его сравниваю с чем-то, что мне казалось похожим, номер один, тут я тут иду, ах, ну вот он, Жасмин, ах, ну вот он, Уд. То есть присутствие Уда остается под вопросом, присутствие Нироли остается под вопросом. Я думаю, что по профилю это ниша. И какая-нибудь такая... Ну вот что-то типа какой-нибудь там Агонист, какой-нибудь Профима Рома, знаете, слова... Имена, которые не так, чтобы на слуху, как какой-нибудь Францис Кургчан, да, или там Амуаш, но вот у которых вот есть такие вот какие-то завороты. То есть да, я считаю, что это ниша. Это интересно, но у меня есть аналоги, которые мне нравятся больше. С точки зрения такой пронзительной древесности удовой, мне больше нравится Alien Wood Majestic от Mugler. С точки зрения более какого-то кремового замеса, мне нравится больше Gentle Woman от Juliet Hasgan. А с точки зрения прям самого близкого, что у меня нашлось, это Агонист White Wood номер 10. Как раз попросила, чтобы каждый ответ был отдельно упакован, чтобы было легче интерактивно это все открывать. Смотрите, как аккуратненько распечатано, прям с маркировочкой. Сразу видно, девочка паковала. Какую я жуткую стихистическую вещь сказала, ужас. О, слушайте, у меня это прямо с пирамидой раскладка. Так, что это? Извините, я сейчас... Помните, чем я сравнивала с Агонист White Wood? Я сказала, что ну прям действительно похоже. Это он и есть! Это он и есть! Слушайте, это уже второй раз мне один и тот же аромат приходит несколько раз от разных людей на слепой затест. Это он и есть! Это Агонист White Wood. Это, если я правильно помню, он мускусный, пудровый, древесный, удовый, да-да-да-да-да. Насколько я помню, такое общее, да, такое концептуальное описание, что там что-то про какую-то чуть ли не исландскую зиму и вот-вот... Что-то в этом роде. Иланг-каланг, лили-офф-де-балли, знаете, как у ландыши, розов-фиолет... Ну, я даже не буду читать. На самом деле, на мой взгляд, это... Мне вот эта вот пирамида в данном случае не объясняет его измучание. Он вот этот вот пудровый, бело-мускусно-удовый. Но Утт там играет какую-то роль какого-то скрытого, знаете, вот, кошки Шрёдингера. Я... Ну, знаете, уже облегчение то, что я о нём подумала, когда я тестировала номер один. Я подумала о White Wood. Но самое прикольное, что я вчера сидела, но похоже, ну похоже же, ну прям как один в один. Думаю, ну не может быть, потому что Агонист такой вроде редкий нишевой бренд. Вот, ну, знаете, вот вероятность того, что два разных человека выберут один и тот же аромат, настолько малоизвестный для себя у вас за тест. Хотя я могу ошибаться. Ребята, расскажите мне, если ароматы Агонист и их белый Ут, они имеют какой-то культовый статус. Возможно, я просто как бы не состою в этой тусовке. Я не в курсе о том, что есть, может быть, какой-то cult following, да, то есть какой-то вот культовый аромат в определённых кругах. Но я всё-таки пришла такой вот, что они разные. Вот в этом прикол. Зацените прикол. Но я хотя бы, видите, вот не было бы предыдущего слепого за теста, я бы не задумалась о том, что это может быть некие такие белые цветы с contemporary, да, суперсовременным нишевым восприятием Уда, так называемый белый Уд. Продолжаем. Номер Б. Второй. Можно я буду цифрами? Потому что что-то мне как-то, почему-то так проще, почему-то так мне легче. Этот товарищ имеет пронзительную, такую очень цитрусовую кислотность. Он настолько... у меня даже слюна начала выделяться. Он настолько сочный, что я сразу подумала... Угодайте, про кого? Про самый-самый крутой лайм в мире, я продолжаю это утверждать, это Фредерик Маль, Бегерат Концентри. Я покупила себе второй тревел уже от него, потому что я всё никак не разорюсь на целую бутыль, но буду проверять чувства тревелами. И я думаю, ну вот прям вот похож, но меня немножко останавливало, что если Мали... Вот, кстати, вот он у меня тут, я только что нанесла. И по памяти, и при проверке Маль ещё более... Прямо такое углубление и в кислоту, и в маслянистость корочки цитрусовой, такой ламовой, лимонной. В то время, как здесь аромат немножко всё-таки остаётся в такой немножко сахарной воде. То есть, чем больше проходит времени, второй аромат уходит в некий, знаете, лимонад, то есть цитрон такой получается. И этим он становится менее натуральным, менее похожим на настоящие вот эти фрукты. Что-то похожее у меня есть от Левант от Аркист. Он называется Литрог. Я не переношу на дух. Я не люблю цитрон, я не люблю лимонад. Но я обожаю... Вот для меня самый идеальный цитрус. Это какой-нибудь хороший сладковатый апельсин, такой, знаете, прям как апельсиновый сок. И что меня удивило, хотя я не люблю кислотные ароматы, но вот это прямо вот кислота скорбиновая, но такая натуральная. Это вот настолько прям ты вгрызаешься в этот лимон, закусываешь лаймом. Бегарат Концентри от Фредерика Мали, он всё-таки остаётся в топе. То есть он всё-таки на самой вершине. А Б, я бы сказала... Ой, тут могут быть расхождения. Вообще, конечно, цитронных ароматов полно лимонадных. Но мне кажется, он настолько хорошо сделан, что это ниша. Ну вот хочется мне верить, что это ниша. Хотя, вот скажу вам честно, это может быть и какой-нибудь люкс в стиле... Я не знаю, каких-то вот этих вот линеек, каких-нибудь Аква-Алегория, Джумалоны какие-нибудь, и же с ними. Атель-Икалонь может такое делать. Это хорошо, если вы любите лимонадные ароматы. Я знаю, есть люди, которые для них это прям... Но для меня больше подходит вот-вот забубенистый, вносящий мозг своей глубиной и резкостью Бегарат Концентри от Фредерика Мали. Ну что, посмотрим, кто это. Так, 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 так... Это шампанское от Герлен. Кстати, вот эта линеечка от Герлен, вот в этих вот флаконах, мне приходит третий раз. 2016 год, Терри Вассер, цитрусовый, зеленый, свежий, пряный, бергамот, белый мускус, оранж-блосом, цветок апельсина, и всякие травные аккорды. Слушайте, на шампанское, честно вам скажу, мне это не похоже, но для меня это прекрасный, красивый лимонадный аромат. Так, перемещаемся к номеру 3. Одна рука себе попала. Да, это я прекрасно помню, вот этим я вчера ломала голову. Мне это показался солено-древесный, чуть пряный аромат. На мой взгляд, вот белые уды, уды, перевернутые с ног на голову, и солено-древесные ароматы, это вот сейчас самые-самые два тренда для трунишевиков. Вот кто вот хочет быть на острие, горящих исп, и крови, падающие с концов ножей, вот сейчас самое время. Причем, это не самые очевидные, сочетания, которые, во-первых, они явно унисекс, но тут вот как-то не крути, ты не можешь это никуда притащить за уши, ни к женственности, ни к мужественности, но это не мими-ароматы, это ароматы, которые нужно реально любить, древесные ароматы, и к ним в каком-то смысле нужно даже привыкать. Но если ты к ним, ты их разносишь, то они становятся, знаете, вот как, ну, вторая кожа для некоторых людей. Но это очень экспериментальное такое направление, и вот это вот, на мой взгляд, прям вот один из представителей. Я не знаю, новую или старую, но я просто сейчас замечаю повышенный какой-то интерес к этому, или может просто вокруг меня как-то это все складывается. У меня против моей воли уже несколько такого плана ароматов. И я вот сидела и думала, что же это за соленое дерево с такой, знаете, с некими примесями какой-то лыжной мази, что ли, да, какая-то такая хвойность в нем присутствует. Думала, 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 и придумала. У меня есть аромат от уже исчезающего бренда Aedes 90s, он называется Polysander Door. И этот аромат у меня вызывает точно такие же впечатления. Это вот соленое, слоноватое, такое вот тоже немножко маслянисто хвойное дерево. Здесь, правда, я ощущаю больше хвойности, больше масла, больше каких-то вот таких вот аспектов лесных, что ли. А в третьем что-то еще присутствует, что он как-то потоньше. Не знаю, что это. Я не знаю, какое-то вот немножко другая сердцевина здесь. Но тем не менее, я бы вот прям, если бы у меня не было уже тревела такого плана, я бы, может быть, задумалась, вслепую, наверное, бы я это купила. Сносила ли бы я целую бутылку, да, целый флакон, я не знаю, вот честно не могу сказать. Потом я начала думать, думаю, у меня же есть, знаете, прям вот свежий сруб из ба, прям из свежих бревен сделанный. Это Мегалиум от Корнер Барселона. Думаю, ну-ка сравним с этим. Нет, здесь, знаете, вот если можно было бы из опилок сделать сок, это был бы Мегалиум. Он такой вот сочный, немножко вот, немножко пронзительный, но не колкий при этом. Но это немножко другая древесность. Вот прям вот свежие, сочные, сочные опилки. А здесь уже сухо, с какими-то специями. В общем, надо смотреть, что это такое, потому что я заинтригована. Итак, это Кон де Гарсонс Инсенс серия 3 Джейл Саумер Эуде Туалет. Джейл? Джай? Джай Саумер? В общем, номер 3 от Кон де Гарсонс в их серии ладанной. Что у нас здесь? Кардамон, ладан, корица, амбра, бензоин, пимента, berries. Ягоды какие-то. Гаяк, яковое дерево. Это не гаяк, гаяк, гаяк. А это не из того, из чего ут делается. Ибни, эбни. Слушайте, ну, в принципе, я угадала. А, я, кстати, не сказала, ниша это или нет, но я думала, что это ниша, потому что такие вещи я просто не представляю, чтобы Люкс что-то подобное мог себе позволить. Но это, заметьте, старичок, это 2002 год. Но мне кажется, это направление сейчас, оно прям остро модное. Да, прикольно. Я бы не стала себе, я уже сказала, это покупать. Это такая вот очень экзотическая вещь, которую, которую хочется больше изучать, чем носить, по крайней мере, мне. И вот такого вот аналога, похожего чего-то, мне хватит за глаза. А если мне хочется просто такой душевный древесный аромат, то мигалиум неплохо. И у меня очень много древесно-специевых. Это как-то больше моя зона комфорта. Так, поехали дальше. Четвертый. Четвертый. Слушайте, ну вот тут я прям сразу, вот какие-то вот не сладкие белые цветы, и же с ними, что там, нероли, какие-нибудь ландыши, там, еще чего-нибудь, с некой пудровостью. Пудровость здесь такая немножко зеленая, такая она, давайте, бывает сладкая, какая-то помадная пудровая, знаете, как вот в макияж, сумочка из-под макияжа, да, вот тут из, где декоративная косметика хранилась. А вот есть такая более зеленая, более такая, вот, как иногда стебли пахнут, или пыльца некоторых несладких цветов пахнет. Ну что-то мне здесь такое мерещится. Вот такое мне напоминает классическую британскую школу. Это вот эти пуританские, чуть-чуть мыльные, цветочные ароматы. Так делает, так делает Пенхаллиганс, старый, по крайней мере. Айрин, Диптик, Джималон бы так не сделала, у них бы попроще все это было. Джималон, он очень такой мейнстрим, там редко можно найти что-то по-настоящему тонкое или витиевато собранное. Здесь же собрано достаточно элегантно, очень выверенно. Поэтому мне хочется сказать, что мне не кажется, что это современная ниша, мне кажется, что это какие-то исторические марки. Это вот легкий цветочный аромат откуда-то из прошлого. Так делали, это вот классика британские сборки, вот что я пытаюсь сказать. Так, давайте смотреть. Так, это где у нас четверочка? Вот у нас четверочка. Угадала, но не угадала. Ну, как бы чуть-чуть угадала. Это Шанель 19 пудр. Это не британцы. Я как-то думала, что это исторические частные можно назвать нишевыми марки. Ну, нет, но это все-таки мейнстрим дизайнерская парфюмерия, хоть и не дешевая. Одно я угадала, что это действительно не роли мандарин Ордж Гальбану. Ирис я не угадала. Вот я говорила, это пудровость какая-то зеленая. Это ирис. Жасмин, ветивер, мускус, бобы, тонко. Ну, что я вам могу сказать? Шанель 19 пудр. Хорошо, но тут надо быть большим фанатом Шанеля, потому что, на мой взгляд, это уже было сделано много раз и до Шанель, и после. Вот чем больше я его нюхаю, тем меньше мне он нравится. Во-первых, я не фанат Шанель, их как бренды, и вообще всего, что их окружает. Не только по поводу нацистского прошлого Габриэль Шанель, но и по поводу того, как варварски они себя ведут вообще на рынке. Они очень агрессивный бренд, они там мудрялись засуживать даже парфманьяков, которые пытались продавать деканты или там продавать использованные бутылочки Шанелей, ну, вот как это обычно делают, да, там, вторичный рынок. Они реально у людей засуживали на миллионы, там, чуть ли не в тюрьму долговую пытались их сажать, потому что, как оказалось, Шанель считает, что, когда вы купили их продукты, вы как бы одолжили символику бренда на попользоваться, и продукт на самом деле вам не принадлежит, вы не имеете права его нигде выставлять. Ну, они, вот реально, они настолько, их многое связывает с какими-то вот этими эсэсерскими системами, что я даже не имуще, для меня это бренд нон-грата, я ничего не хочу иметь с ним общего, но надо сказать, что вот ирисовые здесь со временем начинает, она начинает приобретать некий такой вот металлический стержень, и мне больше нравятся цветочные ароматы, которые остаются легкой элегантами, поэтому, в принципе, и я, и праду-то ирис, для меня скучноват, здесь оно пободрее, потому что оно пожестче, но я не думаю, что я бы хотела такое носить на самом деле, я бы что-то, может быть, все-таки выбрала помягче, и у меня таких вариантов достаточно много, ну и последний, пятый, давайте-ка, слежим впечатления, ой, это я вот прям сразу хочется сказать, мне такое ощущение, что это тоже как будто у меня было в прошлом за тесте, когда у меня был Эрик Баттербор Уд Сафран Флауэр, тоже бренд, не такой уж и старый, он относительно новый нишевый бренд, очень красивое, ботаническое оформление, прелесть, элегантно, в чем я заходила к ним в корнер, просто, в плане упаковочки, что касается ароматов, что-то мне как-то ничего не запомнилось, и они вот тоже, они как-то делают такие вещи, которые с одной стороны казалось бы всем должны нравиться, а с другой стороны за эти деньги, учитывая относительную неузнаваемость бренда для многих и цены, у меня возникают вопросы, а по поводу вот этого аромата я не знаю, что это, это может быть что-то совершенно другое, это может быть не Эрик Баттерба, но вот у меня такое же возникает ощущение, это вот роза с удом, только сильно разбавленная, то есть это не арабская версия, когда там знаете, вот вас пробирает до кишок этими пряностями этой розы с удом, а это такая как будто бы современная нишевая интерпретация, вот как мы говорили про белый уд, который не белый и не уд, вот тут такая же такая вот сильно разбавленная роза с удом, что-то такое сладкое, с деревянной вот этой удовой основой, но она не агрессивная, все такое вот склаженное, аккуратненькое, какое-то эхо, так может делать на самом деле доступные, очень доступные бренды, какие-нибудь там и фроше, тот же Perry Alice Safran Rose, да и тот мне нравится больше, чем этот, но у меня вот первая мысль возникла на Эрих Баттербау, а это современная ниша, то есть это может быть очень дешево и доступно, либо потому что вот это разбавлено и в общем-то не так, чтобы очень глубоко, одновременно это может быть суперконцептуальненько, понимаете, да? Ну, я скажу, что это какая-то очень современная ниша, но я бы такое не купила, у меня такого рода ароматов много, и вот этот не самый любимый мой вариант, а как можно обыграть Розу Судом, ну по крайней мере кажется, что это оно, я не знаю, так, давайте посмотрим, быть смешно, что если это там, не знаю, такие фиалки, последняя, что же у меня все рвется сегодня, я угадала буквально, буквально, девочки, вы что, сговорились, что ли? Вы заметили, что два аромата повторилось в точности, это Эрик Батерба Утса Фран Флауэр, офигеть, слушайте, но мне кажется, мне помогло угадать только тот факт, что я вот буквально там не так давно его тестировала, и сейчас снашиваю вот ту миничку, которая у меня была слепого за тест, поэтому он у меня свеж в памяти, обалдеть, вот таких попаданий у меня на самом деле, видите, вот не зря, не зря, и в два последних за тестах я садилась, как говорится, попой в лужу, чтобы вот на третий за тест угадывать один в один, вау, да, это Эрик Батерба Утса Фран Флауэр, у них просто божественное оформление, гляньте, если на досуге, это вся вот эти ботанические акварели, прелесть, 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 где вы достаете такие дорогие духи, расскажите мне, потому что я в полную цену бы вот, меня бы жаба задушила, но хочется, но, наверное, все-таки не этот, а что-нибудь я бы другое у них попробовала, да, в общем, это и есть та самая современная ниша, которая делает белый Ут, и которая делает розу с Удом такими, что вот, вы говорите, вот, не узнаю вас в гриме, инакентий в слоктуновский, Кеша, вот, вот в таком стиле, ну, ребята, это, слушайте, мне даже поднялось настроение, не такая я уж и бездарность, хотя, надо сказать, конечно, помогло именно то, что буквально недавно все эти ароматы у меня уже были в носу, еще одна вещь, которую я заметила, это то, что у всех этих пяти ароматов ощущается, вот, они как будто подобраны одной рукой, да, они от разных брендов, они от разных парфюмеров, и они, в принципе, имеют разные ноты, но вот, вот, когда все это прослушиваешь вместе, между всеми ними присутствует некая общая нить, и мне вот это, конечно, показалось очень, ну, это как-то стильно, согласитесь, когда вот, когда есть у человека ярко выраженный вкус, каким бы он ни был, в этом плане, мне кажется, у меня медленно начинают формироваться некие более четкие преференции, я не считаю, что иметь ярко выраженные вкусовые предпочтения против такой мегаломании, да, когда может нравиться понемножку все из разных мест, это все разные вещи, мне больше склонность такая меломания, да, мне нравится, мне может нравиться очень противоречивые вещи, которые не согласуются друг с другом, и они мне могут нравиться там ненадолго даже, скажем так, а вот здесь, вот прям везде присутствует единая нить, во-первых, все ароматы не слишком сладкие, нет никаких разваренных мускусов, супер сладких, карамелей, ничего подобного, самые сладкие из них это что, это ут сафран, цветок сафрана с удом, я так понимаю, такой сладковатый розой, который даже эту концепцию розы ут выводит на совершенно другой пуританский уровень, такой вот совсем вычищенный, как бы вот, называется роза ут в вакууме, да, симуляция розы ут с вакуумом, и это интересно, они все очень отполированные, я не считаю, что не отполированные ароматы хуже, нет, они могут быть за счет своей шероховатости очень объемными, искристыми, игольчатыми, это тоже бывает прикольно, но вот здесь везде, может быть, за исключением Шанель 19 пудру, которая все-таки присутствует, некая шероховатость за счет такого зеленого водянистого ирисового пудрового аккорда, но все остальные очень плотные, целостно отполированные, и они вот как-то очень четко себя несут, мне кажется, это очень прикольно, эта идея, когда имеется ярко выраженный вкус, и вот попробовав эти пять арматов, может, я, конечно, себя обманываю, но у меня вот возникает ощущение, что я могу теперь просимулировать, примерно понять, какого рода ароматы понравятся Ане, кстати, надо эту вещь протестировать, и мне Аня что-нибудь прислать на слепой за тесты своей коллекции, что, как мне кажется, могло бы попасть вот в такое, в такое ольфакторное пространство, но меня удивляет, для меня прям это новая моя теория какая-то вот заговора, откуда, откуда разные люди выбирают такие нишевости, может быть, есть какие-то другие нишевые парфблогеры, которых я просто не знаю, кто в последнее время из парфблогеров где-либо рекламировал Эрик Баттерба или Агонист, для меня это вообще были, ну, Эрик Баттерба я слышала, но, как бы, сама по себе, и то, потому что они были на Сэндберде, а Агонист-то откуда? Ребята, давайте, давайте расследовать, мне кажется, это очень интересно, откуда такой интерес, почему у всех они уже есть, а я про них только-только услышала. вы не поверите, вы не поверите, разрешилась невероятная эта тайна достаточно просто. Со мной связалась подписчица Аня и сказала, что это она прислала мне оба слепых за тест. А поскольку времени прошло много месяцев между ними, соответственно, она сама забыла, что она прислала в первый раз, и поэтому, когда она выбирала что-то наиболее интересное, необычное из своей коллекции, эти два аромата, Агонист, белый ул номер 10 и Эрик Баттерба Сафран Флауэр, конечно, они stood out, то есть, они выделяются своей композицией и концептом. Поэтому так получилось, что это не то, что у всех есть эти два редких аромата, я одна не в курсе. Это просто из одной и той же коллекции наборы. Было бы интересно услышать ваше мнение. Да, буду ждать ваших комментариев, может быть, вы прольете свет для меня на эту на эту тайну, спасибо вам большое за внимание, надеюсь, вас это чем-то развлекло. Удивительным образом наш герой, наш мальчик, красавец наш, с нами просидел весь слепой за тест. Да, папа, скажешь до свидания? Скажи до свидания всем. Не, не скажет. Ленивый зажратый мажорчик, как у меня мама сказала. Она говорит, ты как мажорчика растишь, и сбаловала его просто в конец. И это совершенная правда. Все, целую, жду ваших комментариев, подписывайтесь, ставьте лавки, и... лавки. Лавки тоже ставьте. Увидимся в следующем видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok